Доклад Гугла Хорошо Те, кому больше всего понравился доклад Антона Носика Те, кому больше всего понравился Доклад Виктора Достова Те, кому больше всего понравился доклад Игоря Ашманова Ашманов, по-моему, с четким перевесом победил К сожалению, мы были вынуждены отпустить его на пресс-конференцию, которая через 20 минут закончится, и без Ашманова, понятно, она не могла закончиться. Поэтому вопросов не было. Но мы его привезем еще раз и еще, тем более, что благодаря приезду Ашманова два года назад в Украине появилась компания Ашмановых партнеры. Просто нам предыдущие докладчики следующие звонят потоком. Я рассказываю такой несколько философский доклад, связанный с тем, что есть платформа, есть свободный интернет. И часто многие компании выбирают, на какой стороне добра или зла они находятся, ну то есть за кого они воюют. Что такое платформа? Ну тут краткий анонс на тему того, кто я. Ну кроме того, что я координатор Айфорума, я известен проектом InfoStory.org, красной рубашкой. Многие так и говорят, вот этот человек, который в интернете с красной рубашкой, здравствуйте. То есть имя уже не важно. Скоро фамилию можно сменить, красную рубашку главное не оставить. И также у нас есть проекты «Украинская баннерная сеть», и у меня будет второй доклад в 15.30 там. Зачем нужны платформы, да, и что это такое? Скажите, а какую платформу вы знаете? Ну, одна из самых ярких платформ, это, конечно, Facebook. Связано это с чем? Вообще, что отличает платформа от другого интернета? Это то, что вы на этой платформе можете размещать какую-то информацию, вы в Facebook можете разместить информацию. И то, что на платформе существуют некоторые функции, которые с этой информацией оперировать. Что имеется в виду? Что если у вас есть просто фотоархив, но разработчики не могут написать приложения, которые работают на этом фотоархиве, то это не платформа. Допустим, у нас есть «Украинская баннерная сеть», но это не платформа. Почему? Потому что ту информацию, которую вы загружаете на «Украинскую баннерную сеть», мы ей распоряжаемся сами. Вы не можете загрузить приложения, которые оперируют с этой информацией. Одна из самых известных, кстати, платформ, это, почему заговорили о мобильных приложениях? Потому что мобильные приложения – это платформа. На ней существуют аппликейшены, которые управляют вашими данными. В частности, кто знает, для iForum было выпущено два приложения. Одно официальное, а другое неофициальное. Более того, неофициальное приложение было запущено на два дня раньше, а потому что официальное запаздывало. Вот разработчики, можете их бить, если что. Но приложение получилось классно. Так, неофициальное приложение выпустили, ну не враги, но какие-то друзья, которые зарабатывают на рекламе. И все пользователи начали писать, аж бы негодяи, на их форум сделали приложение. Но раньше на мобильных телефонах, к чему я это все веду, раньше на мобильных телефонах приложения не было. Вот статистика по годам. Вот этот последний розовый цвет такой, это приложение. Сколько приложений было на мобильных телефонах? Видно, что мобильные телефоны стали платформой буквально два года назад. Ну потому что тут последний год прогноз. Но суть в том, что только недавно мобильные телефоны стали приложением благодаря Google, который выступал, благодаря iPhone. И все, что сделал, ну многие говорят, что Jobs сделал с телефоном, это телефон с одной кнопкой. Но на самом деле это телефон, который стал платформой. На нем можно было загружать приложение. И сейчас интернет воюет уже не с Facebook, а с мобильными приложениями. Поскольку зачем вам выходить в сеть, если вы можете поставить приложение, нажать там на иконку и получить все эти данные, которые вам нужны. В итоге через год-два может получиться так, что сайта вообще не будет. Не потому что они превратятся в страницы на Facebook, а потому что они превратятся в мобильные приложения, которые будут устанавливаться нажатием одной кнопки. И вам не нужны будут сайты как таковые. Уже эти мобильные приложения будут договариваться между собой. Возможно, это остановит поток роботов, про которые говорил Ашманов, которые там за вас что-то делают. Потому что мобильные приложения чуть проще идентифицируются. У них есть, в частности, на e-форуме специально были регистрации, такие сложные, по мобильным телефонам, чтобы каждый пользователь имел свой код, свой мобильный телефон и однозначно идентифицировался. Пропустил тут один слайд. А, ну это по-моему, Facebook. Какое все-таки отличие? Почему я люблю свободный интернет и меньше люблю платформы? Потому что в свободном интернете стандарты устанавливает некое сообщество. Есть сообщество V3C, которое устанавливает стандарты на HTML и XML. Они устанавливают некие стандарты и на протоколы. И, по сути, получается, что некое сообщество решает. Но так как сообщество, оно решает все очень долго. В противовес этому, как действует платформа, есть Цукерберг, который может проснуться, сказать, что да, вот это мы сейчас поменяем, команда за два месяца, ну тоже долго, но в целом быстрее, поменяет. И потом пользователей поставят перед фактом. Многие мои знакомые звонят, говорят, а как у нас включилась стена, как ее отменить? И там, ну, объясняешь им, что отменить нельзя. Цукерберг за вас решил. Или Закерберг только говорит. И, по сути, благодаря этому платформы сейчас выигрывают, потому что они быстрее принимают стандарты. Пока ассоциация договорится, а, наверное, в ассоциации участвуют такие же люди, как вот депутат, который выступал. Они долго выступают, рассказывают, но потом очень страшно эти законы принимаются. Точно так же ассоциация годами принимает какие-то стандарты, а потом браузеры на них как бы кладут. Говорят, мы эти стандарты не поддерживаем, они вообще нам не нужны. По сути, получается, какая зависимость? Что платформы выигрывают в скорости развития интернета, потому что там все принимается авторитарным методом. Следующая важная информация связана с тем, что куда движется информация. Если в свободном интернете информация движется вовне, то есть Google ищет вовне и направляет пользователей вовне, то, допустим, Facebook, если посмотреть, у него все внутрь. У него есть Open Graph, который позволяет эту информацию вашу продексировать и загнать в Facebook, но сам Facebook, если вот так по-хорошему разобраться, никакой информации не отдаст. Ну да, вы можете сделать приложение, и он отдаст вам непосредственно лайки на вашем сайте, ну так, под дулом пистолета. Но, допустим, лайки на другом сайте он вам не отдаст. Для этого тот сайт должен написать приложение. И по факту получается, что информация затягивается в Facebook, не индексируется к Google и становится собственностью одной большой корпорации, которая, правда, быстро может менять стандарты. Поднимите руки те, кто пользуется приложениями в Facebook. А какими приложениями? Ну, тот не услышан, но смысл в чем? Долгое время я в Facebook все приложения считал каким-то спамом изощренным. То есть они к тебе вламываются в дом, постят на твою стену, гадят, и после этого от них непонятна какая польза, вообще никакой. Есть мега-приложения, которые умеют, допустим, твитить RSS, помещать на твою ленту, и это тебе нужно. Но как-то эти приложения меркнут по сравнению с этими вирусоподобными чудовищами, которые ходят там, типа мой календарь, и постят. Ну, то есть мой календарь еще ничего. Есть приложение, которое меняет идентификационный код, и она просто, когда постила самых популярных пользователей, которые ходят к тебе, ну просто фейк, так оно еще меняло свой идентификатор, его невозможно было забанить. Я его банил раз 20, пока все друзья переболели, а у меня 5000 друзей, они болели там 2-3 недели. По сути, но на самом деле наличие вирусов, это тоже пример платформы. Вот Windows стал платформой, когда на нем завелись вирусы. Единственная платформа, которая без вирусов, и так выглядит хорошо, это iOS. Вот гений Джокса заключался в том, что он позволил, сделал платформу, которая не была подвержена вирусам. Ну, еще благодаря тому, что сейчас он вообще на Юниксе и хорошо защищен. Интересно, Леонид Каганов когда-то придумал аналогию, что вот если летит самолет, и в него вошли террористы, если в момент, когда он летит, пилоты изолированы от основной кабины, и вообще не знаю, что происходит, то террористы не могут захватить самолет, и на самом деле по этому принципу работает Юникс. По поводу противостояния Фейсбука и Гугла. На самом деле есть две силы, которые воюют за свободный интернет и за платформы. За платформы воюет Фейсбук, как самая злобная платформа, за свободный интернет воюет Гугл. И на самом деле видно, что Гугл эту войну проигрывает. Он сделал Гугл Плюс, но при этом сделал его открытым, и это наложило на него некоторый отпечаток, и от платформы не раскрутилось. Ну плюс, в этой нише уже работал Фейсбук. Интересно, что, как пользователи на платформах могут влиять на решение диктатора. На самом деле бунтами. У нас было несколько бунтов, на наших ресурсах было несколько бунтов, в частности, когда у нас был украинский портал, который мы потом продали Бродскому, то вот у нас было дерево друзей, некая социальная сеть внутри портала, и мы поменяли в какой-то момент правила на ней. Был бунт такой затяжной на полторы-две недели, и мы не знали, там, как бы пользователи переболеют, нас простят, либо нам придется откатиться назад. В реальности ситуация в Фейсбуке действует ровно таким же образом, то есть там поднимается бунт, и там Цукерберг в некоторых моментах смотрит, если пределы достигнут, то он откатывается назад. Есть книга социальной сети, не так, по которой фильм снят, а другая. Там четко описан этот процесс, как они ходили, как анализировали, что пишут пользователи. На самом деле, если вы хотите играть на рынке платформ, а понятно, что любой стартап, я вот читаю тренинги по стартапам, любой стартап хочет быть платформой. Конечно, из Украины тяжело так выстроились, чтобы быть мировой платформой, но платформой можно быть и на внутреннем локальном рынке. Есть классификация авторская, моя платформа, но она как бы нравится многим людям, я считаю ее очень удачной. Что есть платформа, называемая хранилищем. Вот Инфостор, это было типичное хранилище, то есть это была платформа, которая занималась чисто хранением информации. Главная задача этой платформы – съесть большие данные и потом медленно их отдать. Из известных мировых аналогов – это S3, то есть система хранения данных в Амазоне. Есть так называемые линкеры, которые хранят связи между данными. И по сути это база данных распределенная. Соответственно, у Амазона тоже есть 3 распределенная база данных, которые умеют их хранить. Вот мы делаем проект, который друзья мои делают, Wish Present, который позволяет хранить пожелание пользы для надея рождения. И фактически этот сервис – это линкер, он хранит только связку. Он паразитирует как бы на Фейсбуке, принимает оттуда все авторизационные данные и хранит только связку. Вот это второй тип – линкеры. Третий тип – это фиды. Это некие сервисы, которые кормят пользователей информации. Самый древний из этих сервисов RSS – вот Google Reader – это фид. То есть вы туда подключили потоки и там читаете информацию. Типичный фид – это Фейсбук, потому что вы туда приходите, видите ленту, и на самом деле эта лента была основой всего Фейсбука. И фид – хороший твиттер. Твиттер тоже чистый фид, то есть там только ссылка, только поток и только поиск по тегу. Очень круто. Почему я рассказываю об этих типах? Потому что если вы будете делать платформу, вы точно должны попасть только в какой-то один тип. Вы можете быть либо хранилищем, либо линкером, либо системой авторизации, но тут вам с Фейсбуком очень сильно придется пободаться. Значит, четвертый тип – это система модификации пользователей. Ну, Фейсбук работает, тут Твиттер умеет, но Твиттер – там настолько крутой фид, что его как бы жалко рассматривать. Главный принцип системы модификации, что вы как только заходите, вы должны точно почитать о пользователе, кто это. То есть вы должны понять, кто это. В частности, вот в Твиттере есть возможность указать один сайт, на который будет ссылаться Твиттер для желающих. Интереснее всего ссылаться на Фейсбук, потому что человек, который придет узнать, кто вы, он сразу попадет на ваши фотографии, на ваши род деятельности. И уже до этого я ссылался на LiveJournal, и куча пользователей там погибла. Ну, и последний тип, который я больше всего люблю, и про который сейчас чуть-чуть расскажу – это визуализаторы. Этих типов очень мало в интернете, и как раз с этим связана плачевная ситуация со стандартами. Если бы существовала некая платформа, которая умеет стандарты читать, из них собирать сайты, ну, некую страницу, либо несколько страниц, то тогда эти стандарты бы имели смысл. Потому что если стандарты есть, а никто эти стандарты не показывает, то смысла мало. Одна из ярких систем визуализации, которая, к сожалению, заглухла, это был Google Wave. Поскольку вы в Google Wave могли собрать всю информацию с разных источников и показать ее на одной странице. Ну, вот я рассказал про хранилища, про линкеры, которые связывают информацию. Хранилища храняет, линкеры связывают, фит кормит пользователей, аудификаторов. И вот визуализатор. Есть мега-сайт по поводу визуализаторов, он будет в презентации. Со всего мира собираются системы, которые показывают информацию. То есть из той информации, которая уже есть в сети и есть стандарты, можно собрать очень прикольные графики. И на самом деле это целый сплаз знаний, связанный с тем, как эту информацию показать. Есть классификация платформ, не моя, но достаточно удачная, которая разбивает платформы по следующим параметрам. Conversation, общение, взаимодействие. И там уже есть отдельно, вот допустим, те, которые называются sharing, они очень похожи, в моем понимании, на хранилище. Хотя, допустим, тот же Pinterest, это вот тоже визуализатор. Он берет данные откуда-то и красиво показывает у тебя. Но с элементами линкера, то есть вы линкуете на свою страницу. Вот пример нашего визуализатора, в котором мы собирались рисовать комиксы, но, к сожалению, из-за интернета, который этот, я так понимаю, что много комиксов не будет. Потому что мы планировали вручить приз iPod тому, кто носит лучший комикс, а себе вручать как бы плохо. Если кто-то пробьется в интернет, то давайте поучаствовать. Суть в том, что вы берете фотографию, на нее накладываете какие-то баблы, и за счет из этой информации строите новую визуализацию. На самом деле, вот в текущий год нам предстоит борьба. То есть борьба между чем? Между платформами и интернетом, и вот будет, я так понимаю, что на следующем iForever можно будет сказать, что кто-то победил. Facebook достаточно активно сейчас внедряется. Одноклассники ВКонтакте – это тоже платформа. Ну, там ВКонтакте меньше, и одноклассники тоже сильно выигры. Но в целом, то есть тенденция заметная, и может оказаться так, что вот то, чего боится Google, свободный интернет умрет, мы окажемся целиком в каких-то платформах. Ну, возможно, это неплохо, поскольку интернет показал, что внедрять стандарты, он уже не в состоянии. То есть в ИДСИ так долго что-то там внедрял, что уже как бы все устали ждать. Спасибо за внимание. А где наш... АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...